В первую очередь, в вечере, мы уделяем внимание кондиции тела. И это проявляется в санчинг-ката. Это базовая форма стилей и самое важное. Мы используем упражнение Китая. Это набивка всех частей тела, удары руками и ногами по корпусу. Мы говорим, для того, чтобы иметь крепкий дух, нужно иметь сильное и крепкое тело. Потому что при сильном теле ваше сознание спокойно. При слабом теле появляется страх, но должен быть баланс твердого и мягкого. Жесткий внутри себя, мягкий с окружающими людьми. Это правило уичерю. Набивка тела наряду с практикой сантин является основной вуичерю. И в этом прослеживаются глубокие корни школы, уходящей в средневековые традиции китайских воинских искусств. Именно из Поднебесной пришли упражнения Котэ Китай, набивка предплечий. Тай Китай, набивка корпуса. И Ащ Китая, набивка ног. Таким образом, за полчаса практики Китая прорабатывается все тело. Именно этим китайским блюдом с удовольствием и угощали друг друга участники семинара по уичерю на протяжении второго часа занятий. Особую радость адептам доставили удары по ногам, соку сенгери, пальцем стопы в мышцу и кости голени напарника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, конечно же, удары Боши Кен костяшкой большого пальца. Сразу становится понятно, что без многолетней подготовки все это остается лишь словами да пустыми хлопками кимоно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, сенсей такой вид, такое впечатление создается, когда со стороны смотришь, такой очень суровый, злобный и такой серп. Вот, когда с ним поближе познакомился, прекрасный человек, у него прекрасные ученики, отличные ребята. И сенсей, так уж если мы отвлеклись, он в период их национальных войн, он воевал. И так между нами говоря, он говорил, что имел возможность применить это на деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень больно. А вот как ты считаешь, он обладает способностью к... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Абсолютно. И я думаю, что это не в полную силу. И когда на самом деле с ним встаешь, очень страшно и очень больно. Он каждый день, если вы видели его руки, он каждый день, он бьет по макеваре. Очень-очень много раз, 300-400 раз. Каждый день. А Санчин и макевар. Это каждый день. Всегда он занимается. Санчин и макевар. Каждый день. А вот, но буквально в это лето он повредил себе левую руку на макеваре. Говорит, перестарался, бил в нее раз 400-500 уже. И, видимо, не выдержала какая-то там связка и рука болит если про левая. Вот, он каждый день убьет макевару. Каждый день делает Санчин 3-4 раза. Евгений Рыбин демонстрирует кота Сейсан Уэчирю. Это любимая форма его учителя, сенсея Владимира Поповича. В отличие от специалистов, в кавычках, утверждающих, что кота – это мертвая форма, набор отживших и абсолютно неприменимых в бою приемов, Евгений раз за разом, практикуя кота Уэчирю, проникается духом и сущностью древнего воинского искусства. Каждый бой, если это бой за жизнь, должен быть молниеносным. Каждый удар – разящий. Именно отработка кота, постановка дыхания, шлифовка каждого движения наполняет эти слова смыслом. Без кота карате становится пустой рукой и в прямом, и в переносном смысле. Отвергая практику кота, создавая свои новоявленные стили, европейцы, да и японцы тоже, убивает саму философию буджитсу – гамбате кудасай – стремление к совершенству через упорный труд, самоотдачу, самодисциплину и преданность. Вся идея кумите Лочи – захватить, левой рукой захватить, правой рукой нанести, шокензуки. Левой ногой нанести удар, сокусы. Вот сама идея. Пальцами ноги. Сокусы, да, пальцами ноги. И поэтому все кумите направлено на то, чтобы схватить соперника за руку, нанести удар в голову. И в голову, и в корпус. Это и все. Еще уэчи очень часто не критикуют, но достаточно так предвзято относятся к ВКФ спорту и к спорту. Я бывший спортсмен, я не хочу ничего говорить против, да, это отлично. И я думаю, что нужно пройти с кушку у спорта. Но дело в том, что они критикуют спорт за то, что ката и кумите абсолютно просто, вот две разные, просто вообще. Разные планеты, да. Абсолютно. А уэчи, они пытаются, вот сенсей, в залах кумите, они, во-первых, очень часто работают без накладок. И сама идея, все время быть в санче, все время быть, хера руки держать, хера тэкамэ, как положено в школе. И все время схватить за руку, сделать блок в ауке, нанести удар. У них ката четко сопоставилась с кумите. Когда у нас проводятся соревнования по всем стилям, спортсмены, неважно какие стили, у Годзюрю, Шотукан, выходят на ринг, одевают трусы и перчатки и начинают боксировать. Я видел на Кинаве, когда привезли американца, и он бился с представителями разных стилей, выходили представители стиля уичерю, и они проводили поединок в стиле уичерю. То есть они не пытались боксировать, не пытались бросать, как вы понимаете, они работали уичерю, били пальцем ноги, атаковали, обозначали удары пальцами. То есть понятно, что стиль, он как бы ярко выражен. Вот это очень интересно, то, что сейчас ты сказал. Они пытаются сохранить традицию, пытаются турниры проводить по кумите именно только в школе, в своей школе. То есть сохраняя вот эту идею саму. Ката, кумите, это одно и то же. То есть это и есть каратэ, Жень? Это и есть watch и каратэ, сама идея. Демонстрируя расшифровку техники бункай-ката-сайсан, Евгений Рыбин еще раз доказывает свои слова о том, что каратэ и ката – это одно целое. Сколько нужно тренироваться, бить пальцами в песок и гальку, чтобы они не сломались при ударах внуките? Сколько часов нужно простоять в санчин-даче, чтобы научиться врастать землю и при ударах не валиться с ног от своих же собственных движений? Как нужно научиться регулировать дыхание, чтобы проделать всю форму, весь бункай даже не запыхавшись? Обозначать удары во время исполнения ката на соревнованиях и крутить сальто от одного легкого прикосновения партнера достаточно легко. Но этому есть несколько другое обозначение. Шоу, акробатика, цирк, в конце концов. Но уж никак не воинское искусство. Мы видим, что техника Уи-Чи-Рю очень опасна и разрушительна. Между тем, все китайские и окинавские мастера очень добрые, миролюбивые люди, совсем не агрессивные. Как соотнести эти две стороны? Как вы думаете, как вы объясните это? Я думаю, это вопрос философии. Во-первых, восточная культура учит уважению других людей, независимо от того, чем они занимаются. Это сущность их религии. Поэтому они привносят это и в карате тоже. Я всегда говорю своим ученикам, когда мой сенсей с Акинавы приезжает к нам в Додзю, в Сербию, я говорю, все мы занимаемся карате. А они живут карате. И это большая разница. Это их религия, это часть их жизни. Им нет необходимости демонстрировать другим, какой ты сильный, как ты хорош. Они практикуют только для себя, для своего тела и для своей души. В первую очередь для души, конечно. Ну и для здоровья. И вот это и есть настоящее карате. Наша программа называется Дантест. Я всегда спрашиваю своих гостей, как вы считаете, вы уже прошли свой Дантест? Мой следующий Дантест? Нет. Ваш Дантест в жизни, не в Додзю. О, нет. В жизни, конечно, нет. Я думаю, что мне еще учиться и учиться. Да что там я? Вот в прошлом году вы тоже были на Акинаве. Помните, там проходил семинар первого мастера на Акинаве, Томойосу-сенсей. И он уже старенький. И он говорит, каждый день я практикую санчин, но я чувствую, что вот здесь, вот здесь, что-то я делаю еще не очень хорошо. Надо бы мне потренироваться. Я думаю, карате это на всю жизнь. Это сама жизнь, если вы занимаетесь искренне и со всей душой. Спасибо большое, Сенсей. Спасибо.